В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Мурзакен. Сегодня в программе. Сезон летних лагерей откроется 1 июня. Нехватка денег для обеспечения досуга школьников чувствуется в Актугайском, Жанаркинском, Каркаролинском районах и Жизказгане. Власти обещают решить проблему. А зарабление в этом году планируется охватить 147 тысяч человек или 88,9% детей и подростков. Увеличение прогнозируется в городах Невертау, Шахкинск, Ухожжалском, Ухожжалском районах. Приближается месяц Рамазан. Всех мусульман имам Центральной мечети Карагандинской области призвал соблюдать пост. Реализация стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и исполнение перспективного плана 10-летнего развития городов и районов области на контроле у первого заместителя Акима области Асалбека Гусибаева. За счет небюджетных источников планируется реализовать 1614 проектов на 1,378,058,000,000 тенге. В перспективные планы развития включена реализация мероприятий по 15 разделам. Обо всем более подробно. 493 школьника находятся в зоне риска и состоят на учете в группе по делам несовершеннолетних по Карагандинской области. Также около 800 учеников состоят на внутришкольном учете. Эти цифры немного меньше, чем в прошлом году, однако расслабляться школам нельзя. В период каникул учащимся нужно обеспечить увлекательный досуг. Об этом на совещании в областном Акимате сообщил глава региона Нурмухамбет Акдебеков. Последний звонок прозвенел, и впереди у многих школьников долгожданные каникулы. Как они пройдут во многом зависит от семьи и ребенка, но снимать ответственность со школ никто не будет, пояснил руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. С его слов в области есть все условия для увлекательного и познавательного досуга детей. В этом списке летние лагеря и языковые школы. Отдых в них будет не только веселым, но и полезным. Но, к сожалению, не во всех районах достаточно средств для работы лагерей. Например, нехватка денег чувствуется в Актугайском, Жанаркинском, Каркаралинском районах и Жасказгане. Также из-за отсутствия финансирования не будет функционировать детский санаторий «Факер», находящийся с 2014 года на балансе Актугайского района. В связи с этим, в настоящее время, рассматривается вопрос по передаче Актугайского района санатория «Факер» на баланс города Балзаш. Актинатор Балзаш планируется изыскать дополнительные средства для ремонта санатория и будет в эксплуатацию в следующем сезоне. На каникулах необходимо уделить должное внимание детям, состоящим на учете. Их тоже нужно вовлекать в активный отдых. Для недопущения детского труда в июне будет принят комплекс мер для выявления таких фактов. При школах будут работать 353 лагеря с питанием и 323 профильные площадки без питания. Занятостью планируется охватить более 165 тысяч школьников. Они будут заниматься игровой, трудовой и интеллектуальной деятельностью. Лагеря будут открыты с 1 июня. На базе объектов отдыха – это Березняки, Бухашравска, в районе Назарь-Таск, на Удере Балзаш. Кроме того, туре организуются детские лагеря «Ащучинско-братской» в городной зоне «Алладинской» и «Устанайской» и других областей. Также организуются экскурсии для детей по коробинской области Талуни. Карла, который по футуру номер 41-го президента, и экскурсии для детей в городе Славу. Аким области поручил руководству районов провести работу по привлечению спонсоров для работы летних лагерей. Такая практика уже вводится в ЖЭС Казгане. Управление образования «Алладинской области» ввести постоянное мнение проявленности лагерей совместно с Департаментом по защите травм-откредитов по соблюдению требований и занятий. Глава региона отметил, что в первую очередь важно соблюдение норм безопасности, как в летних лагерях, так и вне учебных заведений. Айямам Ринаул Жас Габасов Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Караганду посетил посол Таджикистана Низермат Ализода. Гость встретился с Акимом области Нурмухамбетом Абдибековым и обсудил вопросы сотрудничества. По его словам, Карагандинская область очень привлекательная для инвесторов Таджикистана. Также он видит совместные предприятия, которые можно открыть в будущем. В свою очередь глава региона также выразил готовность к сотрудничеству. Подробности далее. Встреча посла Таджикистана Низермада Ализады и главы региона Нурмухамбета Абдибекова прошла в дружеской обстановке. Аким области подчеркнул, благоприятный инвестиционный климат, богатая сырьевая база, стратегически выгодное географическое расположение нашей области создают положительные условия для беспрепятственного притока инвестиций в экономику. Он пригласил таджикскую сторону к сотрудничеству. Есть предприятия, которые ориентированы на обслуживание предприятий цветометологии с учетом специфики этих производств. Есть предприятия, которые с угольной промышленностью связаны, есть предприятия, которые связаны именно с черной таблетой. Каждый имеет свою специфику, и там работают эти предприятия. Ответное слово тоже не заставило себя ждать. Гости с воодушевлением поддержали инициативу сотрудничества. С их слов, Карагандинская область и в целом Казахстан привлекателен для их инвесторов. Специальное оборудование для жильных месторождений производит, тяжелое машиностроение. Об этом хотел бы с вами поговорить. Возможно, мы найдем общие точки соприкосновения, которые помогут дальше развивать наше экономическое сотрудничество. Встреча завершилась на дружеской ноте. Чиновники обменялись рукопожатиями в знак долгосрочного сотрудничества и сделали фото на память. Аймамрина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде реализовано 10 проектов промышленности с объемом инвестиций 7 миллиардов тенге. Создано 534 новых рабочих мест. И это не предел. В рамках плана развития регионов и области будет запущено более 4 тысяч проектов. На это будет потрачено более 2 триллионов тенге. С ходом реализации этих мероприятий ознакомился первый заместитель Акима области Аслабек Дюсибаев. Аслабек Дюсибаев заслушал отчеты руководителя управления экономики и финансов и Акимов городов и районов. По информации докладчиков, в малом и среднем бизнесе состоялось открытие 40 крупных объектов в сфере торговли и оказания услуг. Стоимость проектов более 11 миллиардов тенге. Было создано 1602 рабочих места. По промышленности запланирована реализация 243 проектов на сумму 918 миллиардов тенге. Сельскому хозяйству 326 проектов на 63 миллиарда 588 миллионов тенге. Развитие предпринимательства 879 проектов на 108 миллиарда 940 миллионов тенге. Строительство 1098 проектов на 227 миллиардов 657 миллионов тенге. Также в рамках плана развития регионов сданы в эксплуатацию 9 домов. По проспекту Шахтеров 37, в микрорайоне Шахтерский по улицам Таттимбета, Ботаническая, Ержаново 53,2, Маховая 6,1, Кемеровская 97, 113,114 и другие. В сфере образования реализовано 7 из 8 планируемых проектов на сумму 983 миллиона тенге. Реализовано 15 проектов предпринимательства на 7 миллиардов тенге. По дорогам 3 проекта на 1 млрд 263 млн тенген. По социальной сфере запланировано 726 проектов на 157 млрд 248 млн тенген. По мероприятиям на чрезвычайной ситуации 15 проектов на 6 млрд 93 млн тенген. Первый заместитель Акима области отметил, в сфере ремонта и реконструкции дорог в целом по области будет отремонтировано 510 км автодорог, по Караганде 39 км. В дальнейшем планируется увеличение финансирования ремонта автодорог сельских районов. Для снятия проблем с уборкой территории в текущем году будет приобретено 80 единиц спецтехники. Решены вопросы финансирования строительства домов взамен разрушившихся в микрорайоне Бесаба. Будет завершено строительство трех многоэтажных домов на 1128 квартир в микрорайоне Панель-центр. Сегодня промышленность области растет, доходы области растут. Казахмыс работает стабильно, растут объемы производства за счет того, что произведено переселение, первое этапо переселения в городе Сапаево. Тяжело, но переселили людей, производство растет. В сфере образования и здравоохранения в текущем году будут сданы 27 семейно-врачебных амбулаторий и 4 общеобразовательных школ. Возобновлена работа по завершению строительства школы-интерната для детей с нарушением зрения на 250 мест в шахтерской столице. Данный объект простаивал в незавершенном виде с 2009 года. Будет приобретено 23 новых автомашин для Департамента внутренних дел области. В дальнейшем поэтапно парк автомашин будет обновляться. Также вкладчики валют транзитбанка получили выплаты. А Акиму города Нурлану Абакирову поручено привлечь инвесторов для строительства современного торгово-развлекательного центра, а также гостиничного комплекса, соответствующего мировым стандартам. Айя Мамрина Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Приближается месяц Рамазан. Этот праздник один из важных праздников для мусульман. В этот период раздают милостыню, а также поминают близких и родных. Подробности в следующем сюжете. Пострамазан или как еще называют Рамадан в переводе с турецкого – священный праздник мусульман. Рамазан представляет собой девятый месяц мусульманского календаря. Каждый год дата начала праздника меняется. В этом году она выпала на период с 6 июня по 4 июля. В этом году каждый член семьи может по желанию отдать в мечеть 200 тенге. Эти деньги мы расходуем на благотворительность для бедных и малоимущих людей. Важно, чтобы мусульмане понимали важность Аузашар. А с 1 на 2 июля у нас пройдет священная ночь. Это ночь молитвы. Ее желательно провести в мечети. В прошлом году кадр Тун встречали в мечети. В течение всего месяца соблюдается строгий пост, который подразумевает под собой отказ от воды и еды в светлое время суток. Отказ от приема пищи не является самоцелью поста. Смыслом является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни и приоритетов. Пост для мусульман – это в первую очередь возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности. Я начала держать пост с 5 класса, этому меня научили в семье. Мы соблюдаем все традиции. Рамазан для нас особенный праздник, и я рада, что могу его праздновать. В карагандинских мечетях будут проводиться благотворительные обеды для всех, кто соблюдает данный пост. А мусульмане всего мира будут ходить по гостям и открывать двери своего дома для всех нуждающихся и близких. Екатерина Афанасьева, Жексулык Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Pharnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. В Департаменте ПАЧС Карагандинской области состоялся брифинг по вопросам безопасности в купальный сезон. За пять лет с 2010 по 2015 год на водоемах Карагандинской области утонули 257 человек. Гибель на воде происходит в результате несоблюдения правил поведения на водоемах. Подробности в следующем материале. Ежегодно в среднем на водоемах области гибнут порядка 50 человек. Смертность на водах по количеству погибших занимает третье место после дорожно-транспортных происшествий и пожаров. Наибольшее число утонувших приходится на водоемы области, на которых отсутствуют спасательные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. При этом, как вы знаете, в городе Караганде всего лишь два у нас официальных места для купания. Это Центральный парк культуры и отдыха и Федоровское водохранилище. Основное же число погибших приходится на водоемы, искусственные водоемы, шахты-основники, то есть места, запрещенные для купания. Особенно в Октябрьском районе города Караганды, Майкудуки, у нас много таких водоемов неконтролируемых, на которые приходится гибель детей в основном. В целях повышения безопасности людей на водоемах области, снижения числа несчастных случаев, проводится работа по инвентаризации водоемов, используемых для отдыха. На 159 водоемах, из которых 21 закреплен за конкретными владельцами, уже проведена данная инвентаризация. Определены 6 городских пляжей, находящихся в ведении Акимата, и 34 частных пляжей. Кроме этого, в купальный период будет проводиться работа по обучению детей плаванию. Спасатели в специально отведенных местах будут учить детей из школьных лагерей, как вести себя на воде. У нас обеспечивается дежурство, их присутствие вдруг спасатели, детей учат плаванию. Значит, место полностью огорожено, там глубина небольшая. Основными причинами чрезвычайных происшествий на воде является неорганизованный отдых граждан на неконтролируемых спасателями водоемах. Купание в нетрезвом состоянии и оставление детей у воды без должного присмотра взрослых. Всех карагандинцев призываем быть более бдительными, ведь вода шутить не любит. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. 26 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела природоохранной полиции МПС и оперативно-розыскной группой ДВД области возле одной из гостиниц города задержан 39-летний житель Карагандинской области, который управлял автомашиной «Тойота». При осмотре автомашины обнаружены и изъяты в полиэтиленовом пакете четыре рога сайги. Кроме того, изъяты арканы снасти для резки животных. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый дал признательные показания о том, что занимается скупкой сайгачьих рогов. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначены соответствующие экспертизы. По закону стрелять в сайгу запрещено. За это человек понесет наказание. Мы нашли четыре рога, то есть было убито два сайгака. Стоимостью около одного миллиона тенге. Мы будем и дальше искать людей, которые не соблюдают закон и наносят вред природе нашего края. Спорт – это жизнь. В этом убеждены многие карагандинцы и любители спорта. Минувшие выходные жители шахтерской столицы отметили Международный Олимпийский день. На центральном поле стадиона «Шахтер» собрались все активисты города, среди которых можно было заметить не только молодежь, но и пенсионеров, а также людей с ограниченными возможностями. Капризы погоды не помешали спортсменам продемонстрировать свои навыки в спорте. Мероприятие началось с торжественного парада участников. К соревнованиям допускались спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и получившие справку о состоянии здоровья. Присутствующие соревновались забеги на дистанциях 500 метров для женщин и девушек и 1000 метров для мужчин и юношей по пяти возрастным категориям. Также были забеги для людей с ограниченными возможностями на дистанции 100 и 200 метров. Данное мероприятие посвящено поддержке и пропаганде олимпийского движения. На сегодняшних наших мероприятиях участвуют предприятия города Караганды, то есть все организации предприятия, все желающие, в том числе и инвалиды. Программа для них для всех различная по дистанциям, по забегам. Организаторами являются отдел физической культуры и спорта города Караганды совместно с управлением физической культуры и спорта Карагандинской области. Вперед к победе ринулись сотни горожан. Среди них выделялись спортсмены с ограниченными возможностями. Настойчивость и уверенность у них не отнять. Наталья Звигинцева увлекается спортом около 10 лет и достигла немалых успехов. Наталья – первая жительница Караганды, получившая лицензию на участие в параолимпийских играх, которые пройдут в Риме. Ее конек – плавание. Скажите, пожалуйста, что для вас спорта? В первую очередь это здоровье, движение – это жизнь. Чем больше занимаешься спортом, тем дольше я дулю. Жизнь проживется. Броссоветному поколению пожелаю дальнейших побед, когда занимаешься спортом. Ну а кто еще думает, ребята, долго не думайте, спорт – это жизнь. Все участники соревнований получили памятные сертификаты Олимпийского дня с автографом президента Международного Олимпийского комитета. А вот победители в каждой возрастной группе награждались медалями и ценными призами. Асель Сазамбаева, Жаксылык, Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И последний на сегодня. Карагандинский «Шахтер» в 13-м туре чемпионата Казахстана одержал первую домашнюю победу в этом сезоне. 29 мая на поле стадиона «Шахтер» состоялся матч против кустанайской команды «Табул». За жаркой игрой следила Асель Сазамбаева. Тренерский штаб «Горняков» произвел небольшую ротацию. В стартовом составе появился украинский защитник Алексей Курилов, который восстановился после травмы. Два финских полузащитника «Эрфан Зенели» и «Маштак Ягуби» остались на скамейке запасных. Матч был яркий и насыщенный. Зрители были в предвкушении победы. Обе команды действовали на высоких оборотах, стараясь найти счастье у чужих ворот. К чести кустанайцев они не стали закрываться на своей половине поля и пытались на равных противостоять хозяевам поля. Главной ударной силой карагандинской дружины был дислей «Убинг», который не раз заставлял нервничать вратаря «Табола». В одном из эпизодов удар голландца из-за пределов штрафной пришелся в руки Александру Петухову. Еще «Убинг» сильно пробивал с дальней дистанции, но голкипер «Табола» был на высоте. В наступательной активности «Шахтера» можно было выделить Макса Табайжанова. Полузащитник старался обострять игру впереди и подключался к многочисленным атакам. Напор «Шахтера» не смог не сказаться. На 42-й минуте массированная акция принесла свои плоды. Длинный навес Куаныша Ермекова с правого фланга своим точным ударом завершил Байжанов. После перерыва гости значительно прибавили, однако ворота Ярослава Богинского оказались неприступными. Наставник «Шахтера» Юсиф Вукушич произвел замены, выпустив на поле Эрфана Зенели, Сергея Скорых и Андрея Финонченко. Вышедшие на замену футболисты усилили атакующий потенциал карагандинцев. Хороший матч. Ребята демонстрируют интересный футбол с обилием борьбы, с обилием опасных моментов. Разноплановый футбол ребята показывают. И позиционные атаки, и контур-выпады. Хорошо, что удалось забить гол. Думаю, он нам поможет. На мой взгляд, Табол – очень клалифицированная команда. Мы это видим по игре, что они тоже не отсиживаются в обороне и стараются создать нам проблемы в наших воротах. В последнюю десятиминутку преимущество оранжево-черных стало просто подавляющим. Навесы на штрафную гостей следовали нескончаемой чередой. Несколько фланговых атак, множество единоборств на второй половине поля Табола, но счет остался неизменным – 1-0. В следующем матче карагандинцы 2-го июня на выезде встретятся с Павлодарским и Ртышом. Асель Сазанбаева, Гульнур Жакен, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok